Теперь к другим темам. 14 июня ежегодно в мире отмечают День донора. По словам специалистов, потребность в кровоотдаче с каждым годом растет, но вместе с тем количество доноров не увеличивается. Наша съемочная группа побывала на Олибрецкой станции переливания крови, чтобы доказать, в этом процессе нет ничего страшного. Есть такое хобби людям помогать. И это хобби донорства. Неравнодушных людей, таких как Никита Зайцев, не так много, как хотелось бы. Станцию переливания он посещает регулярно и считает это своим долгом. Если честно, я стараюсь приходить каждые два месяца. Если по работе получается, обязательно прихожу, сдаю кровь. Считаю это просто необходимым. Вот и все. Тут никаких павластных речей говорить не буду. Так надо. Просто надо ходить и сдавать. Стать донором может каждый от 18 лет и старше. Главное здесь состояние здоровья и желания. Выделить среди групп крови более востребованную невозможно. Потребность, по словам специалистов, существует во всех. Каждый человек в течение своей жизни может оказаться в ситуации, когда необходимо переливание компонентов и препаратов донорской крови. Поэтому донорская кровь всегда нужна. И тенденция такова, что в нашей стране и во всем мире количество компонентов и донорской крови и нуждающихся в ней людей все больше и больше. Сдать кровь можно один раз в 60 дней. Если вы все-таки решили стать донором, узнайте элементарные правила. Накануне не курить, не употреблять алкоголь, а также продукты, в которых содержатся жиры. И помимо этого, не приходить с зараженным вирусными или инфекционными заболеваниями. В любом случае на станции вы пройдете обследование, на котором вас допустят до кровоотдачи, либо нет. А главное помните, лучше попробовать и помочь, чем сидеть сложа руки. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.